Всем привет! Я думаю, что когда вы листаете свою обычную почту, особенно личную, например, то, скорее всего, вы там видите кучу всевозможных писем, как спама, так и всевозможных рассылок. И прежде чем мы начнем это видео, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое, что вам приходит рассылка, где к вам обращаются не по вашему имени, например, вас зовут Александр, а обратились к вам как к Ивану. И также напишите, если у вас такое было, то прилетело ли вам дальше письмо, такое извинялка в ответ. Ну, а меня зовут Алена Полиховича, и сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно извиняться в письмах-рассылках, нужно ли это делать, и как это сделать так, чтобы и бизнес не потерял свои деньги, ну и, конечно, подписчик был доволен. Если вы считаете, что от ошибки никто не пострадал, никто не умер, тогда извиняться не нужно, то это абсолютно неправильный подход. Даже признавать небольшую оплошность перед клиентом, это очень важно. Но важно здесь также соблюдать золотую середину, баланс, и не переборщить с извинениями. По статистике извинения хорошо срабатывают, если вы ими, а, не злоупотребляете, б, если вы действительно совершили ошибку, которая такая существенная, но вы ее быстренько исправили, ну и, конечно же, в, это если вы добавили к письму с извинениями такой дополнительный приятный бонус. И небольшой совет, если вы занимаетесь имейл-маркетингом, то одна из самых распространенных ошибок, это когда вы забываете или неправильно устанавливаете UTM-метки. Конечно, для получения отклика ничего страшного здесь не произойдет, но это усугубит вам возможность работы с аналитикой, вы не сможете нормально проанализировать, сработало ваше письмо или нет, и потратите кучу времени для того, чтобы сделать это все провести вручную, поэтому обязательно об этом помните. Ну и не стоит, конечно же, плодить спам, если пользователь не открывает ваше письмо, даже которое было с ошибкой. Извиняйтесь только перед теми пользователями, которые открыли ваше предыдущее ошибочное письмо. Для этого используйте определенные сервисы для того, чтобы посмотреть процент открытия письма и после него отписок. То есть, если ваше письмо действительно открывали, но при этом сразу же пошел спад отписок, то, конечно, тогда, скорее всего, вы допустили серьезную ошибку, и ее нужно исправлять. Но если же ваше письмо никто не открывал предыдущее, то, скорее всего, его и не откроют следующее, и как бы никто не знает об ошибке, и просто забивать почту спамом человека – это не самый лучший вариант. Есть такой сервис Drip, который настраивается капельная рассылка. Суть очень простая. Она отправляет письма с извинениями тем, кто уже открыл ваше предыдущее письмо, которое было с ошибкой. Ну, а тот, кто откроет ваше предыдущее письмо с ошибкой чуть позже, не волнуйтесь, письмо с извинялкой придет им именно ровно в нужный момент времени. Совет номер два – это на письмо-рассылке должно посмотреть несколько пар глаз. Если этим занимается один человек, то вполне логично, что сработает человеческий фактор, и он может допустить какую-то оплошность. Это может быть грамматическая ошибка, орфографическая ошибка, или же он там скопировал часть предыдущего шаблона, или же там не вставил гиперссылку и так далее. Поэтому лучше всего, чтобы проходило несколько этапов, один человек пишет само письмо, редактор проверяет его на грамматические, орфографические ошибки. Соответственно, пиар-команда, пиар-менеджеры смотрят на актуальность, современность данного предложения и на спойлер, который вы используете в письме. За что же стоит извиняться? Извиняться стоит только в тех случаях, когда вы действительно причинили неудобства своим клиентам, то есть у вас перестал работать сайт, или еще хуже платежная система, или же вы там перепутали фактическое время, например, вебинара, или же вы забыли уточнить что-то важное, например, что у вас добавился новый способ оплаты. В таких случаях, конечно, да, нужно обязательно отправить повторное письмо с извинением. Во многих организациях часто встречается такая проблема, это как доступность ассортимента, или же, например, цена. То есть в письме вы присылаете товары, и зафиксированная на них цена, но при переходе данных позиций может вообще не оказаться в наличии, ну или цена, например, в письме, конечно, была закреплена, а на сайте она динамическая. И это тоже не очень приятно, поэтому вот в таких моментах старайтесь избегать до того, как вы отправляете письмо. Лучше перепроверить еще все раз актуальность вашего предложения, скидки, промокоды, акции, цены, чем вот отправлять такое письмо, которое сложно как бы исправить, кроме как действительно просто извиниться перед человеком. За что же извиняться не нужно? Например, часто бывает такое, что пришло какое-то письмо, вы даже не обратили, что там есть какая-то ошибка, например, какая-то опечатка или что-нибудь такое, и тут же вам вдогонку летит письмо с предложением, вот вам скидка там 3% на какой-то там курс, книгу и так далее. Ну, выглядит это не очень, это сразу настораживает пользователя, из-за такой мелочи сразу вам предлагают что-то купить, да еще и со скидкой в 3%. Поэтому, если вы допустили просто какую-то очипятку, то есть опечатку, или грамматическую ошибку, ничего страшного здесь нет, лучше тщательнее в следующий раз просто перепроверяйте свои письма, но слать вдогонку прям извинения не стоит. Также, если вы, например, допустили какую-то оплошность касательно, например, имени, и хотите отправить точно такое же письмо, но только с правильным именем, скорее всего, человека это будет просто-напросто раздражать и плодить еще кучу спам. Также делать этого не стоит. Если у вас поменялся промокод, вы отправили не тот промокод, но у вас есть возможность для того, чтобы исправить это на сайте, то есть на сайте заменить промокод на тот, который вы отправили человеку, лучше сделать это. Ну и тоже касается с ссылкой на странице. Если вы можете исправить ссылку на странице сами, то исправьте ее. Лучше исправить что-то, чем докучать пользователям кучи и тонны всевозможной информации и писем. Как же извиняться в письме? Я думаю, что практически каждый из вас был в ситуации, когда вам отключили, например, интернет на полдня и проводят какие-то ремонтные работы. И поэтому вы вынуждены работать оффлайн, а не онлайн, и писать свой текст в Word, обычном, а не в Google документах. И подумайте, какое письмо в этот момент вы бы хотели получить? Супер официальное или все-таки именно человечное, где объясняют просто причину отключения и как и когда она будет решена? Совет номер один. Если вы хотите избежать таких ситуаций, во-первых, если вы пользуетесь Gmail, настроите в настройках Gmail функцию отмены, отправки за какое-то время. Можете даже сделать отправку в течение минуты, после того, как вы нажали кнопочку отправить. Вы лишний раз подумаете, ой, черт, я что-то там забыл, и отмените отправку. Но если уже такая ситуация произошла, то я рекомендую не нервничать. Можно отправить встречное письмо и извиниться. Вероятно сказать, что, типа, возможно, там в первом письме содержится ошибка, вот текст нового письма. Можно так сделать. Ну, конечно же, оптимальный вариант, если же, как говорится, вы там что-то не то отправили, не то сделали. Ну, конечно, я рекомендую действительно лучше извиняться, то есть говорить все как есть, все люди, потому что все могут ошибаться. Ну и говорить нужно простым языком, e-mail писать простыми словами. На самом деле, более того, если вы знаете, кому вы пишете, то есть если это не холодный контакт, а теплый, можно написать в переписке, извините, в письме отправил ошибку, и там смайлик, это тоже смягчит все ваши там какие-то нюансы, то есть, типа, все ошибаются, там, типа, оформил, типа, во втором письме, в скобочках подписал верное. То есть, например, такой тоже трюк работает. Если же контакт холодный, то да, тут, конечно, может произойти такая вот случайность. Человек может проигнорировать, либо неправильно понять ваше письмо. Особенно бесит людей, когда отправляется случайно пустое письмо. Вот здесь вот, да, то есть второе письмо, которое будет полное, первое пустое, но как-то будет выглядеть мавитонно и не очень хорошо. Вас читают обычные люди, поэтому пишите максимально просто вот эти вот сложные формулировки, вследствие, там, чего-то. Это абсолютно не нужно. Лучше просто четко сформулируйте причину, почему произошла ошибка, как вы собираетесь ее решать, в какие сроки вы собираетесь ее решать. Ведь это самое главное, что волнует пользователям. Письмо – это такой микс официального и неофициального языка, потому что, с одной стороны, вы общаетесь со своими партнерами, коллегами и вашими потенциальными клиентами, либо уже существующими клиентами. Но, с другой стороны, ваше письмо могут прочитать совсем не в рабочей атмосфере и обстановке. И если пользователь, например, читает ваше письмо, сидит, листает почту, он в такой домашней, расслабленной обстановке, возле каминчика или телевизора на фоне, с кружечкой чая, вот он сидит, листает, находит ваше письмо, в котором написано данным, доводим до вашего сведения и так далее. Ну, звучит, как будто собираются отключить воду на полдня. Ну, и согласитесь, это как-то немножко настроение у нас портится от такого письма. Обязательно осознавайтесь в ошибке. Очень хорошо, когда компания не старается замолчать какой-то факт, не старается замолчать, что она допустила ошибку или оплошность, и хуже всего не старается сделать кого-то виноватым или сказать, что это не мы. Нет, честно осознайтесь, что произошла такая-такая ситуация, такая ошибка, и извинитесь. Расскажите, как вы будете решать ситуацию, пропишите полный план действий и скажите об этом человеку. Также используйте юмор, потому что юмор всегда спасает в любых ситуациях, он снимает напряжение, и тем самым человеку легче воспринимать информацию, поэтому продумайте также такой метод. Также используйте другое оформление вашего письма, потому что человек, как мы знаем, он читает по диагонали, и если он увидит два одинаковых письма, то, скорее всего, он даже не заметит вообще никакой разницы и не откроет его, поэтому продумайте другое оформление. Предложите, конечно же, бонус человеку, ну и здесь все зависит от размера вашей жадности и, конечно же, от размера допущенной вами ошибки. Например, если вы собирались проводить какой-то вебинар, скажем, но вы перепутали дату и, соответственно, пришло меньше пользователей, вы также понесете определенные финансовые потери, потому что часть этих пользователей уже не видели вебинар, возможно, не будут его смотреть и, возможно, не купят ваш продукт. Поэтому предложите, конечно, бонус, отправьте письмо с извинениями, предложите такой бонус, который как бы не нанесет ущерба по вам, но при этом будет соизмерим с потерями, которые вы понесли вследствие вот такого вот ошибочного письма. Вы должны понимать, что письмо с извинениями это невозможность прикрыть себя, например, и как-то сделать так, что, в общем, мы не виноваты. Нет, это возможность для того, чтобы вы помогли даже человеку в какой-то степени, который пострадал от вашей ошибки. Например, если человеку нужно было куда-то лететь или ехать, и изменились даты, перенес, отменился рейс, пришлите письмо, успокойте человека и предложите ему другие варианты, методы решения этой проблемы, ведь ему все равно нужно будет ехать или лететь куда-то. Ошибки, конечно же, случаются у всех, но правильное своевременное реагирование на ситуацию поможет не испортить вашу же репутацию, поэтому всегда максимально анализируйте все, что происходит, и пишите письмо с извинениями, но это не должно быть письмо, просто так, лишь бы отправить. Честно расскажите о том, что случилось, честно расскажите, как вы будете исправлять, расскажите сроки, в которые вы планируете исправить, и главное, не стоит писать максимально какими-то сложными терминами или же в максимально официальном стиле, смотрите, конечно, по ситуации. Ну, а я вам желаю хороших продаж, и подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк обязательно, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях какие-то вопросы, если вас интересуют, и пишите, также происходили ли подобные ситуации с вами, как вы на них реагируете. Ну, а также вступайте в нашу Telegram-группу, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, заходите каждый четверг на наш вебинар, и заходите к нам в гости на наш Instagram-аккаунт. И до новых встреч!